Здравствуйте! Это программа «О земном и о небесном». Приближается Великий пост. О правилах и традициях, которые с ним связаны, поговорим с Иродиаконом Иоанном Галумовым, заведующим музеем Бештаугорского Второафонского монастыря. Здравствуйте, отец А. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, дорогие друзья. Отец А. 48 дней с 15 марта по 1 мая. Семь недель до Пасхи – время особое, время смирения, очищения. Как правильно подготовить себя и какие существуют традиции? Вы знаете, говоря о времени Великого поста, хочется в первую очередь вспомнить стихиру, которая звучит в первые дни этого удивительного периода. «Прииди пост, мать и целомудрия, очищение грехов и проповедник покаяния». Вот такой стихирой мы встречаем Великий пост. Но на самом деле, как вы правильно сказали, существует определенный подготовительный период. к началу Великого поста. Об этом говорили с первых веков христианства. Наши великие учителя церкви, святители Василий Великий, Григорий Богослов, Денисий Александрийский, Кирилл Александрийский в своих посланиях уже с первых веков христианства готовили верующих к Великому посту. Сейчас же у нас в церковной традиции существует особый период подготовительных недель. Первым мы начинаем неделей о мытаре и фарисее, когда за Божественной Литургией мы вспоминаем притчу нашего Спасителя, который рассказал о двух людях, пришедших в храм, горделивом фарисее и о мытаре, который каялся в своих грехах и просил прощения у Бога. Седмица, следующая за этой неделей, за воскресным днем, является седмицей сплошной. То есть в эти дни верующим церковью предлагается отмена поста в среду и в пятницу. Следующий воскресный день – это неделя о блудном сыне. Известная нам притча о том, как младший сын покинул своего любящего отца, удалился в далекую страну, но потом одумался, покаялся, вернулся к отцу. И тот с распростертыми объятиями встретил своего заблудшего, но вернувшегося сына. Следующей седмицей после этой недели является седмица Месопустная. И в эти дни, мы в среду и в пятницу возобновляем пост, и через семь дней мы совершаем заговение на мясо. Также в субботу мы совершаем поминовение усопших. То есть это является таким особым днем поминовения всех наших сродников, которые уже отошли в иной мир. И называется это Великой Родительской Субботой. Следующее воскресенье – это неделя о страшном суде, когда мы вспоминаем еще одну притчу Спасителя о последнем времени, о времени страшного суда, когда Господь явится к нам второй раз и спросит у людей, кого мы видели в людях самого Бога или кого-то постороннего, не обратили на него внимания. Такая притча тоже призывает каждого из нас побуждать себя в подготовке к Великому посту. И последние семь дней перед началом самого поста является сырной седмицей или неделей, которая в простонародье называется масленица. В эти дни мы совершаем заговение на молочные продукты, но это еще и более известное время, когда мы ходим друг к другу в гости. Ну и, конечно, последний день, прощенное воскресенье, когда мы вспоминаем слова Спасителя о том, что человек, пришедший к жертвеннику, вспомнил о том, что он не попросил прощения у своего ближнего, этот ближний утаил на него злобу, он оставляет свою жертву возле жертвенника, возле алтаря, возвращается к своему ближнему и просит у него прощения. Отец, как Вы уже отметили, каждая неделя Великого поста имеет свое название и символическое значение, а как они связаны с теми или иными святыми? Вы знаете, на протяжении долгого периода времени, когда мы рассматриваем период Святой Четыридесятницы, время Великого поста, определенный отрезок между неделями должен проходить. И святые отцы, и наши благочестивые отцы церкви знали об этом. И знали о том, что необходим определенный период времени, когда люди, приходя в храмы, задумаются и поймут, что есть в жизни церкви немало примеров, которые также приободряют нас на то, чтобы мы шли дорогой Великого поста без какого-либо огорчения или грусти, или сожаления. Первым воскресеньем является празднование торжества православия, особый день в истории нашей христианской церкви, когда в 787 году на Севом Вселенском соборе мы победили ересь иконоборчества и установили поклонение святым иконам. После этого мы, конечно же, стали молиться перед святыми образами. И вот установленный день, первая неделя, первое воскресенье Великого поста именуется торжеством православия. Следующее воскресенье – это тоже вспоминание торжества правды. День памяти выдающегося нашего святого церкви, святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоницкого, который в своем споре о божественном нетварном свете доказал, что это такое и ради чего стоит, собственно говоря, находиться в молитве, находиться в общении с Богом, в таком духовном общении. Следующее воскресенье – это крестопоклонная седмица Великого поста, когда в утешение верующим выносит на середину храма животворящий крест, подобно тому кресту, который воздвиг Моисей и избавил горькие воды Меры. Это является периодом приполовения Святой Четыридесятницы. Со среды четвертой седмицы Великого поста у нас идет такое разделение. Мы начинаем готовить оглашенных, которые хотят принять святое крещение к этому таинству, к тому, чтобы они стали членами нашей Христовой Церкви. И с этого момента начинаются на божественных литургиях звучать такие призывы и к тени. Следующее воскресенье посвящено тоже одному из выдающихся подвижников нашей христианской веры, преподобному Иоанну Лествичнику, к составителю и автору очень известного нашего великопостного христианского сборника «Лествица». Он был игуменом горы Синайской, и его книга является очень хорошим поспорьем в чтении в период Святой Четыридесятницы, период Великого поста. Следующее воскресенье именуется у нас Днем памяти преподобной Марии Египетской, женщиной, которая вела нечестивый образ жизни, но покаявшись, удалилась в пустыню, и 40 лет, пребывая там, в молитве, в подвигах, и, конечно, в слезах и в покаянии, явила для нас такой пример истинного смирения и обращения к Богу, даже несмотря на то, что поначалу жила неправедной и нечестивой жизнью. И последнее воскресенье перед Страстной Седмицей именуется Неделей Цветоносной, или воспоминанием хода Господня в Иерусалим, когда Господь вошел в этот чудесный город, его встречали с восторженными криками «Санна», что означает «Слава», и уже подготовил себя к такому периоду святых страстей, к периоду своих страданий. Отец Ампост для каждого православного человека накладывает достаточно строгие пищевые ограничения. Скажите, всем ли можно соблюдать пост, или есть люди, которым ограничения в питании противопоказаны по здоровью? И, насколько мне известно, существует исключение, точнее, наверное, поблажки для тех же путешественников. Стоит сказать, в первую очередь, что нередко люди обращаются с таким вопросом, «Как мне благословить и начать этот пост? Нужно ли мне поститься? Нужно ли мне ограничивать себя в еде, в каких-то делах, в мыслях?» Даже священники иногда недоумевают, зачем просить благословения на Великий пост. Благословением является как раз-таки прощенное воскресенье. Перед, то есть за несколько часов до начала Великого поста. Нередко люди просят, конечно же, благословения на какие-то поблажки, как вы правильно сказали. И в еде по болезни нередко человек может нести такие себе коррективы, если он постится на самом деле. Но важно помнить слова преподобного Антония Великого, который сказал, «Главное Великим постом – это рассудительность». То есть рассудительность во всем. Если мы ограничиваем себя и ничего не едим каждый день, но в то же время съедаем в какой-то период человека, ну, не в буквальном смысле, а образно, своими словами или своим гневом, конечно, это является неправильным. То есть в первую очередь важно понять, что пост – это воздержание от своих каких-то пагубных привычек, которые вредят в первую очередь и нам самим, и нашим окружающим. Хотя надо признать, что с первых веков христианства установлены правила и апостольским собором, и Трульским собором о том, что человек, который вступает в период Святой Четыридесятницы, Великого Поста, должен соблюдать ограничения, в том числе и в употреблении пищи. И если он не постится, то его отлучают даже от причастия на Пасху. Тогда, в то время, для верующих людей это было действительно катастрофой. Почему Поста так боятся? Ведь питание достаточно разнообразное и наверняка может быть вкусным. Пост боятся, наверное, не только из-за еды, но еще из-за того, что человек понимает, что он должен в корне сам изменить. Свой образ жизни, свои дела должен стать лучше. Конечно же, когда говорят о том, что я не могу нести эту ношу Поста, потому что для меня страшно вот это ограничение в пище сам себя обманывает, потому что огромное изобилие различных постных продуктов, о которых мы знаем, конечно, принимают на себя такое видение, то, что пост не такой сложный. Однако, вот вспоминая такие строки из воспоминаний святителя Иоанна Златоуста, который рассказывает о том, как начинался Великий Пост в Константинополе, говорят, «Все улицы затихали, все люди замолкали, никакого веселья, никакого шума». То есть народ и все общество погружалось в эту безмолвную тишину, погружалось в молитву. Этого, к сожалению, у нас люди боятся, хотя и этого не стоит бояться. Если мы научимся Великим Постом как можно чаще посещать храмы, участвовать в богослужениях, у нас есть на всех ресурсах огромное количество различных вариантов и на русском, и на славянском языках текстов постной триоде. И придя в храм на Первой Седмице, там, в течение воскресных дней и на Страстной Седмице, мы можем почитать эти тексты и вникнуть в их глубину, и вникнуть в их огромный смысл. Скажите, отец Иоанн, и все-таки, в чем основная суть Великого Поста и какова его история? Ведь, насколько мне известно, до Третьего века не было определенных правил подготовки к Пасхе. Мы постимся, подражая Христу, который до своей общественной проповеди постился в пустыне. Это общеизвестный факт. Но также стоит сказать, что и в Ветхом Завете люди благочестивые тоже постили. Сейчас мы их прославляем в Лике Святых. Это пророк Илья, это боговидец Моисей. То есть, действительно, давно эта практика возникла. И когда Христос говорит о том, что на вопрос фарисеев и книжников, почему твои ученики не постятся, говорят, они не постятся, потому что я рядом с ними. Но придет время, когда отнимется от них жених, то есть, отнимется от них Христос, и тогда они будут пребывать в посте. Вот время по словам и размышлениям Святых Отцов это время, когда от нас отняли Христа. Поначалу практика Великого Поста сводилась к не какому-то продолжительному периоду, а всего лишь соблюдению поста в течение сорока часов. Эту практику мы видим из воспоминаний Тертулиана, Святого Ирине Леонского, то есть, это начиная от Великого Пятка и заканчивая ночью Великой Субботы. То есть, вот эти сорок часов, когда Христос был распад на горе Голгофа. К третьему веку мы уже видим, что практика употребления поста содержит в себе шесть дней. То есть, появляется такой период, как Страстная Седмица. Вот, начиная с Великого Понедельника, люди приступали к посту, и уже на седьмой день, в праздник Пасхи, этот пост, естественно, отменялся. Но к пятому веку у нас создается твердое обозначение, что пост это Святая Четыридесятница. Это сорок дней, как мы называем их. Хотя, конечно же, стоит сказать, и здесь есть очень важное символическое значение. По свидетельству многих и многих литургистов, это десятина нашей жизни, вот одного года. Если посмотреть и не брать во внимание воскресные и субботние дни Святой Четыридесятницы Великого Поста, то это получится 35 дней. Мы прибавим еще часы ночи Великой Субботы, когда тоже идет период воздержания и говения, и получится 36 дней. То есть десятая часть от всего нашего года. Вот такая вот традиция удивительная у нас сохранилась, и сейчас мы, конечно же, пост строго соблюдаем именно в этих рамках. Но опять же повторюсь, то есть для людей, которые не могут по объективным физическим причинам его соблюдать, мы не заставляем их это делать и не понуждаем их. Главное Великим Постом самостоятельно прийти к этой мысли, что это период не просто период воздержания, то есть диеты от какой-то пищи, а это период особой молитвы, чтобы подготовить себе самые главные радостные встречи, встречи с воскресшим Христом. Спасибо большое, отец Анат, очень интересно. Это была программа «О земном и о небесном». До встречи через неделю. Всего доброго.